Сегодня мы вам расскажем об удивительных существах. Они обитают по всей нашей планете. Все их тело покрыто волосками. У них 8 ног, на каждой по 6 колен. Ну что, догадались? Пойдемте смотреть. Конечно же, это пауки. Большинство из них очень полезные существа. Они истребляют вредных насекомых. И лишь некоторая часть ядовитых пауков опасна для человека. Принято считать, что пауки охотятся с помощью своей паутины. Но есть и те, кто набрасывается на добычу, как настоящий хищник. Вот эти пауки обитают в тропических лесах Африки, Азии и Америки. На выставку привезли более 20 пауков из разных рас семейства птицеедов. Есть земляны, которые живут в бревнах, в коре, в земле закапываются. Путин тоже делает на земле. Есть древесные, которые живут на деревьях, в дуплах, то есть делают воздушные норки. Кормятся они, естественно, по темноте уже. Они более активнее становятся. Небольшой маленький паучок может съесть чуть больше своего размера. Например, саранчу. Он поменьше саранчу, но он ее может съесть. Сверчков, личинки зоофобусов, жуков. Мозг паука занимает четверть его тела, поэтому они очень сообразительные. Сингапурские, например, делают из мелкого мусора свою копию, чтобы успеть скрыться, когда осы будут атаковать муляж. А паук-муравьед при охоте на муравья забирается к ним в норку лишь на шестиножках, чтобы зайти за своего, а затем начинает охотиться. У пауков нету шеи, поэтому слышат они с помощью волосков на ногах, также и чувствуют запахи. А паутины укладывают с помощью паутиных бородавок, расположенных сзади. Выставка «Удивительный мир пауков» ждет своих посетителей с 11 по 20 февраля на втором этаже торгового центра «Оранжмол» с 11 до 19.00. Кристина Придейна, Степан Некрасов. Новости Верхниками.